Да Хвост тоже Я вижу Нави в хорошем настроении, судя по всему Поехали Ну, слава богу, прекратилось это Безумство Безумство Нави Надеюсь, они также будут активно играть Итак, как же команды шли к своему полуфиналу венеров Нави Нави играли в группе B, как и IG И, как вы знаете, проиграли все игры, кроме одной Зенит, которую сыграли в ничью Что касается IG, они смогли переиграть Зенит 2-0 Они 1-1 сыграли с Оранжами Но на самом деле там, скажем так, первую игру они вытащили очень круто Вторую игру отдали, можно сказать, когда тоже у них все было очень круто С Тунг-Фу также был непростой матч и смогли они дожать Тунг-Фу очень круто, обманув их в один момент 1-1 в итоге сыграли, первую Тунг-Фу взяли Ну и 2-0 они сыграли с Нави, обыграли Нави без каких-либо особых проблем Так, да Вы хотите, наверное, посмотреть пики Ну и дальше IG, в общем-то, не играли Потому что они сразу попали автоматом в полуфинал венеров И ждали там уже своего соперника очень-очень долго Что касается Нави, вышли они на Rattlesnake Переиграли их без особых проблем Но здесь, конечно, заслуга большая самих Rattlesnake Потому что Rattlesnake проиграли уже и выбыли из турнира в матче с LGD International Rattlesnake вообще показали ужаснейшую игру Наверное, самую худшую игру из всех команд, которые здесь представлены Ну, объективно, они заняли последнее место вместе с MUFC Но MUFC еще там пытались что-то показать У Rattlesnake же совсем как-то ничего не получилось Даже не знаю сейчас, каким чудом они выиграли у LGD одну карту Далее, матч с Тунг-Фу был очень непростой Вторую игру выиграли Тунг-Фу, третью Нави Такая первая игра, получается, была решающей Потому что, в принципе, вторая и третья игры прошли в одну калитку А вот первая игра была очень упорная Ну и стоит отметить, что выиграли с Виспом Нави первую встречу Итак, мы видим, что решил Фейс забанить Виспа и Никса Ответили Алхимиком и Бэтрайдером Нави Ну и на пик Визажа они отвечают Бэтрайдером и Дарксиром и Лайфстиллером Именно Визажа решили взять IG на ферст пик Который им отдали Нави По-моему, Нави были первые в лобби Не помню, кто был Нет, по-моему, все-таки IG первые зашли в лобби Да, IG первые зашли в лобби Они выбрали ферст пик Нави выбрали темную сторону Ну и вот на ферст пик высока была вероятность, что IG заберут себе Лайфстиллера Но предпочли они все-таки Визажа Все-таки этот герой имеет, наверное, самый такой... Самый популярный ферст пик в китайской доте Ну, ответ Нави, в принципе, стандартный Их любимый Дарксир, которого они стараются забирать либо банить достаточно часто И также забрали Лайфстиллера На котором хвост показал с Реттлснэйк очень приличную доту Ну и Вивер Тоже достаточно стандартный ответ на Лайфстиллера Неплохо этот герой против Лайфстиллера себя чувствует Хотя, казалось бы, что в Вивере такого У него не станов никаких, ничего Но вот именно ключевой момент Что его никак нельзя замедлить И он очень такой... Очень тяжело поймать Лайфстиллера у Вивера Поэтому, как раз-таки, Вивер чувствует себя достаточно бодро Ну и пока непонятно, будет ли это Кэрри Вивер Соло Мид Вивер Либо он пойдет на Хард Пока что это большой вопрос Потому что у нас только начало пиков Ну, скорее всего, Нави попытаются выйти в Шторма Вот они забанили Спик Тру Сразу же, чтобы не дать IG нафармить И чувствовать себя комфортно в лейте Бан Пака от IG Ну, я думаю, сейчас мы увидим бан Шторма Хотя, в принципе, ну, Дэнди всех героев, понятное дело, не перебанить И все равно что-то да ему заберут Но все-таки Лайфстиллер Шторм уж очень круто получается играть у Нави Да, они, к слову, там, как бы большой резонанс Как всегда вызвало выступление Нави в комьюнити Кто-то говорил, что они специально сливались в групповой стадии Кто-то говорил, что они там Просто им повезло в плей-офф Ну, на самом деле, лично я склоняюсь к тому мнению Что действительно у Нави было все плохо в групповой стадии Просто после групп был большой перерыв В который они смогли там акклиматизироваться Найти свою игру Чуть-чуть поменяли что-то где-то И все у них стало хорошо И, в принципе, сейчас они показывают очень сильную доту И везения особого я здесь не вижу, на самом деле Потому что игра с Тунг-Фу показала, что и Тунг-Фу там очень сильный Но Нави все-таки их смогли одолеть Возможно, Тунг-Фу... Одни из самых грозных соперников были для Нави Ну, посмотрим На самом деле, потому что LGD уже в финале венеров И LGD показывают отличную доту Ну и IG IG также продолжают набирать обороты После своего спада Достаточно серьезного Забанен на Чирпрофит от Нави Как-то вот они потихонечку находят игру Но далеки еще от оптимальной формы Да, это Шторм в бане Ну, в принципе, как бы IG Абсолютно понятный их третий и четвертый бан Но Нави Как я и говорил Все ты не перебанишь Есть еще и Квапа Есть много чего интересного А тот же Магнус Для Денди Который у него не очень получился В второй игре с Тунг-Фу Но бывает Бывает Да, всем еще раз огромный привет Кто пришел на игры Нави Как всегда, игры Нави Наиболее популярны Хотя вот несколько меня удивило Вчера игру Rattlesnake LGD International Вот эту вот супер Супер раковую доту Смотрел тоже очень-очень много народу Не знаю, чему была там причина тому То ли она попала в какое-то такое время Но просто вот чисто по своей Ну, как бы интриге Это была самая скучная игра Этого турнира Абсолютно То есть уровень игры не впечатлял Команды сидели, фармили С огромным преимуществом У Rattlesnake было понятно, что они уже эту игру никак не выиграют Потому что они плохо играют И у них все, все очень плохо По ситуации, по игровой Но LGD их не шли давить Не знаю, может быть, конечно, мой Рэйдж в сторону Rattlesnake Собрал, как всегда Как бы самая популярная, наверное Зачем приходят смотреть онлайн-трансляции Нет ничего популярнее Чем какой-то Рэйдж Рэйдж, там, Батхёрд Или что-то типа этого Стримы Нотейла, Синга Не просто так настолько популярны Ну, сегодня совершенно другая дота Я надеюсь, нас ждёт LGD и DK показали уже хорошую игру Ну, конечно Как-то борьбы такой прямо не получилось Ну и Na'Vi, IG Я думаю, тоже обе команды Покажут отличную доту Будет очень интересно Третий пик Invictus Gaming И они призадумались Очень-очень серьёзно Куроку забирает себе Рубика Очень доволен, наверное Фаник, скорее всего, будет играть на Дарксире Отличный Дарксир получается у Фаника Такой не совсем стандартный Дарксир По азиатским меркам То есть старается он зафармить Как можно быстрее Даггера И играть очень агрессивно Но это манера игры Фаника У него это получается очень хорошо И в принципе это полностью окупается Ну, то есть что обычно собирают Дарксиры в Китае Это там какие-нибудь БКБшки Мекки, Пайпы Но вот до Даггера доходят не так часто У Фаника же наоборот Именно агрессия Именно вот эта вот инициатива Напасть первым Ну, это очень правильно, конечно Во многом, во многом В первом матче с Тунгфу Это решило Вот именно его Дарксир И игра на этом Дарксире Да, Нави потратили практически всё резервное время На пик Рубика Ну и также потратили практически всё резервное время На пик Виндранер IG Насколько я понимаю Никто не получил никаких штрафов перед игрой Ну, то есть все были вовремя Команды уже за 10 минут Не то, что были в лобби Они уже писали Давай, заводи шарманку Поехали, давай играть Тот редкий случай Когда ждали Когда там пройдёт интро На стриме Когда представят всех игроков Что я могу сказать Что китайцы против Нави Почти всегда банят синих героев Ну, наверное Пытаются сбить комбу Нави уже обыгрывали Фиолетовым пиком Китайцев Вот теперь Не отдают им синие На самом деле Очень интересный герой заезжает Которого я от Нави не видел ещё Это Outworld Devourer Герой, конечно Который очень сильно ломает Вот именно так Доту Очень тяжело Против него стоять на миде Практически любым героям И в руках Дэнди Это может быть мощным оружием Если, конечно, отдадут его Дэнди Но, судя по всему Именно Дэнди Его должны отдавать Потому что это чисто Соло-мид герой 90% в случаях он играет Соло-мид В бан отправили сами Никса Айджи То есть здесь он чувствовать себя должен Просто великолепно Нету Никса Скорее всего Пока что Айджи не пикнули Ещё своего соло-мидера Это Лон Друид Нет, это не соло-мидер Лон Друид Может пойти Виндранер в мид Но ей тяжело будет Любому герою с параметром Основным интеллект С вот этой вот синей Круглой штучкой В правом верхнем углу Портрета героя Очень тяжело стоять То есть если И другим героям Тоже проблематично То герои с параметром интеллект Вдвойне Потому что У них Дивауэр высасывает интеллект И кроме маны Он ещё и высасывает урон Так как урон зависит от интеллекта Получается Крипов добивать очень тяжело Против этого героя Нинчантрас в бану Ходит от Нави Но здесь скорее всего Мид уже будет так Выигран Нави Если ничего не придумывает Айджи Остаётся им надеяться На свою там Триплу На свой хард Да, Чен в бане от Айджи Нинчантрас в бане от Нави Не будет у нас вот этих вот лесников И ласт пик Нави Для Пупея Посмотрим что он себе заберёт Да, буквально 10 секунд Остаётся у Нави На принятие решения Ну наверняка Какая-то задумка уже есть И это Барабанная дробь Тренд протектор Квантик дота В исполнении Нави По-другому это не назвать Деваурера тренд Что это означает Это означает Что скорее всего Дарксир будет чувствовать себя Хорошо на харде Ну то есть фанику Сейчас сразу нужно брать щиток Накидывать два щита На крипов И просто идти получать В наглую второй левел Второй левел И сурдж И дерево будет его хилить Он сам там должен Ну веточку съесть Чтобы если его попытаются забрать А кстати на самом деле Пока что нету прям таких героев Которые могли бы Дарксира Ну хорошо размять на первом левеле Не дать ему подойти к крипам Ну пупей будет играть на тринте В лесу Лайфстиллер на легкой Рубик тоже будет там отводить По возможности Деваурер на миде И это Сэн Кинг Сэн Кинг от IG Жоу забирает себе Лондруида на кэри Вай Вайф будет играть на Верке Соло мид Вивер От Феррари Да Вивером конечно будет Поинтереснее наверное Против Деваурера Фаник пока что Забирает себе Деваурера Но я думаю они свапнутся Я думаю они свапнутся с Денди И все таки Денди пойдет На этом герое Итак смотрим Нет пока что Денди сидит на Дарксире Вот произошел свап Денди отдали Деваурера Все как надо К уроку на Рубике Хвост уходит в легкую линию Где скорее всего Будет чувствовать себя неплохо На верхнюю линию Вай Вайф придет Возможно Сэн Кингом И будет стараться тоже там Получать экспу Ну и в принципе Да Лайфстилер Рубик Вряд ли Прям так уж прогонят оттуда Вендранера Сэн Кинга Дерево же должно будет отводить Получать левел Кстати говоря Вот пофиксили ли Дерево Его вот этот вот Так сегодня у нас Какой день недели то Сегодня у нас Среда То есть скорее всего Дерево еще не успели Пофиксить его Ливен Гармор Честно Вот важный Очень важный момент Но я его К своему стыду Не прочекал Ранг Нави хвост Пишет Не знаю может это какая-то команда Фейт говорит топ 1 кунка Ну я не знаю там Поиграли может быть между собой Какие-нибудь скримчики Нави и IG Да наверняка поиграли Значит зачем вообще Нави ехали в Китай Мы видим что Вивера Отправляют вот так вот Интересно решили сыграть Нави Да это Ооо IG Извиняюсь Да это кстати Очень хорошая Задумка то Причем достаточно очевидная Вивер пойдет на легкую линию И будет там стоять Без особых проблем Против Дарксира Медведь Вот медведь Это один вообще Там из немногих Буквально там Двух-трех героев Который хорошо стоит Против Диваурера За счет того что Диваурер то его прятать может Но его мишку Он прятать не может Поэтому Да Купил себе Орба в Веном Поэтому Мишкой все равно Он будет добивать крипов Это действительно Интересная мысль Вард поставлен от Нави Трипла будет С Виндранер С Инкингом И Визажом Не очень приятная Трипла Как ни крути Достаточно агрессивная Ну и Дарксир Дарксир против Вивера Я думаю что И тому и другому герою Здесь будет достаточно комфортно Ну Дарксир Так как есть дерево Вообще тут Вряд ли умрет Вивер в свою очередь Ну должен поаккуратнее сыграть Да Дарксир сразу Убегает Будет он там Заниматься Убийством крипов Вот таким вот образом Нехитрым Визаж Не дает ничего отвести Обратите внимание Поставили IG вард на отвод Да и придется Здесь Трипла на Триплу Играть Не очень это приятно Потому что Виндранер Загрызть Достаточно проблематично Рубик Рубик тоже Пока что не имеет Никаких нюков У дерева Только Ливен Гармор И отводить Оно не может Кидает на Диваурер Ливен Гармор Ну почему бы и нет Да Жоу тут что-то Проблемы какие-то Испытывает с Ласхитом На самом деле Большие проблемы Потому что Просто не добивает Крипов Сегодня мы видели Как Сайлор Насколько хорош Там Бернингу Ничего не дал сделать Здесь же У Жоу Пока что Траблы Обратите внимание Фейт не вкачал Ни один скил В случае Если он здесь Как-то Просядет По хп Ой Вивер Вивер забирает Двух крипов Это Печально Для Фаника Ну Фаника Сейчас может захилить Дерево Не страшно Так вот Сайлор сегодня Забирал против Антимага Практически все Не дали сбить Вард Да Пока что IG ситуацию Контролирует Пока все у них Неплохо Единственное Что у них плохо То что Медведь вообще Не фармит Смотрите Он просто Просто Очень плохо Действует Медведь И Денди Уже 9-6 Медведь Пока что 3-3 Пауэршот Да Виндранерка Очень неприятный Герой здесь Ничего с этим Не поделать Вивер Продолжает Фармить Вивер 11-2 Дарксир 10-1 Ну Дарксир Как ни крути Здесь добьет Много крипов Должен Во всяком случае Так Пингуют Что-то На Дарксира Пингуют Причем Пупей Не знаю Зачем По прежнему Не дают Ничего Отводить При этом Сами Отвели На спаун Что не есть Хорошо Но Аккуратничает Фейд Ну здесь Сейчас можно Забрать Этих крипов Нави Да Поэтому Этот отвод Не так уж Хорош Будет Пауэршот И забирает Зеленый Игрок Это Рубик Рубик С Фейдболта Забрал Больших Крипов Это важно Здесь борьба Идет пока что За каждого Крипца Что у нас Ну Мишка Начал добивать Крипов Догоняет Он Деваурера Нормальная ситуация Так Тем временем Хвост У Фейда У Фейда Есть ли Сентрики Сентриков Нету Это значит Что Не Фейд Я извиняюсь Чуан Играет Под ником Сикс Значит Чуана Здесь будет Очень проблематично Убить Он будет Сидеть в песке Даже Ну Деваурера Так Дэнди Есть Сейчас Дэнди Убьет Джоу Нет Блинк Медведя Мог Дэнди Убить Джоу И взял Сенитис Эклипс А почему Не попробовал Почему Не попробовал 70 У него НТ У лон Друида Вообще Единичка НТ Была Он бы Убил Его С ульта Еще Пару Ударов Ульт И Спокойно Добивал Ну да Ладно Все таки Может Немного Дэнди Не хватает Опыта Игры На Девауре Именно В турнирных Играх Потому что Все таки Ну Я вот Лично Первый раз Вижу Даже если Это не первый раз Наверняка Это не первый раз Наверняка Это тема Тренированная Все равно Сыграл он Не так много Игр Как хотелось бы Что у нас С Мишкой Мишка 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 Все таки Где-то Успел Отвести На фонтан Подхилиться Дарксир Выходит В топ По крепам Вивер Его нагоняет Виндранер Тоже Очень хорошо Се чувствует У лайфстилера Не так Все здорово Да Никаким Фастмидасом Тут и не пахнет ТП ТП от Сенкинга Видел ли это Фаник Вот в чем Большой вопрос Ой Как красава Фаник Убивает сейчас Просто красава Да Там Феррари Завтыкал Сенитис Эклипсы Падает Джоу На миде Им Упадет еще Сенкинг Сейчас Минус Сенкинг От Фаника Фаник Просто Богоподобен И вышку Еще успевают Забрать Виви Развращается Налайн Да Джоу Как-то Феррари Извиняюсь Переборщил С агрессией Явно Не был он готов К тому что Дарксир просто Стянет ему Вакуумом И убьет Не успел Не ультануть Не уйти в шикучек Хотя мана была И на то и на то Тем временем Атака на Виндранер У Виндранер Есть Виндран Замедляет ее Хвост Но не хватает Хвосту здесь Урона Дивауру Фаника Скоро мека Такими темпами Да у него Уже есть рецепт На баклер У него фактически Есть баклер Рецепт на меку И еще 500 монет У него мека Сейчас будет Просто в 10 минуте Можно идти Попробовать Проявить агрессию Какую-то Здесь потому что Лондруид абсолютно Абсолютно ни о чем Фаник сейчас будет Забегать и Сжигать лондруид У лондруида Есть ульта Сейчас очень Гангующий Дарксир Новое слово Перекастовывается Ай Дэнди Как не вовремя Он спрятал Очень не вовремя Спрятал Сюда Тпшится Ну плохо Плохо Сыграл Дэнди Но все равно Здесь вряд ли Убили Дарксир Это так себе Гангер герой Там только Если бы совсем Ужжоу Как-то завтыкал Без формы Что 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 У Фаника Солринг Он решает купить Да решает Что ранняя мека Такая не нужна Ну значит Не собираются Нави пока что Никуда лезть Особо Мека им ранняя Не особо нужна И Решает Дарксир купить Солринг Чтобы увереннее Чувствовать себя На линии А меку Он все равно Подфармит Достаточно быстро Все равно У него очень много Денег Вивер Ой-ой-ой-ой-ой Как быстро Растерли хвоста Шекл Привязал его к репу Да у виндранерки Тоже будет скоро мека Хилится вышка Скорее всего Будут забирать Этот тауэр айджи Ну и тяжело будет Пошел фортификейшн Дерево отхиливает Очень здорово Ну вот здесь видите Сидит Чуан Отводит крипов На спаун Чтобы Ну вот так вот Играет Феррари Да теряют вышку Нави Медведь уходит Фармить в лес Давайте включим Нетворс 3 700 у Деваурера 3 600 у Дарксира Ну виндранер Очень сильный виндранер Вивер так же Сильно не отстал Несмотря на две смерти Неплохо фармит Феррари Ну и медведь У медведя пока что Все очень печально Ну это просто Баклер я так понимаю От Дэнди Вряд ли это Вторая мека Вчера Ратлснэйк Уже показывали Что-то подобное Ну две меки Это чересчур Я понимаю Если бы мека стоило Там 500 монет Две меки было бы круто Захиливаться Вот именно по кулдауну Вот этого дебафа Который вешается После первой меки Во время которого Нельзя хилить Но вот Учитывая что Мека стоит 2000 Как бы лучше Девавра подфармить Было форста Но возможно Он просто купил щиток С другой стороны Зачем тогда Транквилы Короче непонятно Мне немного Что делают Нави с этим билдами Ну да им виднее Ну если это реально Баклер и мека То это нормально Абсолютно Не знаю Может это какой-то Новый мейнстрим Играть в две меки Но вот у Дарксира Это уже есть мека У Виндранер Да у Виндранер Тоже фактически есть мека 100 монет Остается в эрке До меки Фаник 11 левел Очень большого левела Фаник 11 просто Девавра 9 А здесь 8 и 6 левела Виндранер Убегает от пупея Без особых каких-то проблем Очень большой мухспид 20 монет Остается ей до меки Визаж тем временем Где-то взял 6 левел Сажает птичек Будет сейчас разведка Но птички кстати могут Затерпеть Да наверное птичек Ну хотя бы одну Должны убивать Ой-ой-ой-ой Рубик должен дотянуться Дотягивается И убивает одного фамильяра Хорошо Минус 100 монет И самое главное У Визажа теперь Да он только их вызвал Теперь будет одна птичка Всего лишь Не самая активная игра Так ВР купила меку Пошел щиток от Дэнди Да Дэнди не будет собирать меку Он будет собирать форстав Ну опять же По-моему лишние Вот эти транквилы Мог бы купить меку Ой Купить транквилы Разобрать их форстав Сенкинг Станет Дарксира Сенкинга прячут Очень больно Дарксиру Заходит мека Эклипс Очень хороший Вивер успевает ультануть Но сгрызают Сенкинга Дарксир Дарксир ушел Хвост очень битый Хвост залезает В кого? В Дэнди Один в ноль Один в ноль В пользу Нави Но Дальше Они уже вряд ли здесь смогут Ну потому что Потратили и меку И Дарксир достаточно битый И нету Эклипса теперь У Деваурера Нужно аккуратнее здесь быть Хвост уходит наверх Под Сурджом Его ускоряют Чтобы он быстрее добежал До верхней точки Пойдет сейчас фармить Да Очень толстый Дарксир Рассчитывали его Безусловно убить Но просто Такого Дарксира Из-за того что он Большого левела Очень тяжело убить У него очень много хп У него там как раз Побольше хп Там на На 100 на 200 единиц Точно не могу сказать Не помню Какая у него прибавка Просто напросто К здоровью Хвост Да Ну сейчас хвоста Будет просто засаждать Этот вивер Это очень неприятно Хвост поэтому Сразу уходит отсюда Вот почему вивер Пикается против лайфстилера Потому что не может С ним один на один Лайфстилер стоять Графики 2000 Даже 3000 Преимущество нави По Опыту Но по золоту Всего лишь 1000 Ну примерно все Это у Дэнди и Фаника На самом деле Все вот это преимущество Большое Ой-ой-ой Ой-ой-ой Как больно пупею Пупея умрет Ультует вивер С полными хп Да и уходит Находит здесь Феррари Пупея убивает его Пупея не было инвиза Ну понятное дело Что дерево Никто не будет качать В такой игре инвиз На таком раннем левеле Ему потому что нужно Качать и лич сит И максить Ливенгармор Но вот без инвиза Спрятаться от этого вивера Не представляется возможным Хилят хилят Хвоста У хвоста пока что Не такая хорошая ситуация 3000 всего лишь Ну тяжело ему было Формить против виндран Теперь против вивера Герои которые Контрят лайфстиллера Именно тем что лайфстиллер Ну очень тяжело ему Их убить Очень тяжело Даже с поддержкой Этот виндран Шикучи Рубик Имеет 6 левел Стики Сапог Да Дэнди Заформил себе Форстав Действительно это не будет мека Это просто щиток Пауэршотом промазал Рубик Сенкинг С ДД выходит Визаж Перепризвал фамильяров Фейс играет у нас На визаже По моему фаник Слишком Жестко агрессирует Его сейчас просто Может прикопать Это будет не очень приятно Но Нету фейзов У мишки Зато у него есть Мэл Штром Собранный дома Сейчас он к себе Его повезет Да Очень опять Ровная игра Кажется что Нави имеют небольшое преимущество Это действительно так Но говорить о том Что это какое-то решающее преимущество Слишком рано Опять же Вот это дерево Ну с одной стороны Оно конечно В лейте бесполезное Единственное что у него есть Это ульт Но этот ульт Если грамотно будет Кастовать купей Это Просто великолепная штука И все чаще На самом деле мы видим Ну так как дерево Входит в пики Сейчас Очень часто Все чаще Научились им играть игроки Выдают хороший ультимейт С которыми Очень тяжело Что-то сделать Мэлштром Есть у Лондруида Вышли пушить Слышку Ну Дайвить конечно За нее не будут Да Опять нави Вот так вот Все вместе пушат Но на этот раз Лайфстиллер фармит То есть хорошо Что не в пятером В пятером Там реально не нужно Находиться им сейчас Вивер фармит БКБ Понимая Насколько много Магического урона Его просто сотрет Он не успеет ничего сделать Если у него не будет БКБ Медведь Медведь Не дает пушить Отличный пауэршот От виндранер И вся пачка крипов Умирает Лайфстиллер Заходит сверху Вот теперь все в пятером Нету сынкинга Нету вивера Да Понимают что это иллюзия Но к хвосту не стоит врываться Слишком Дурацкое положение здесь У его тиммейта Позиция именно Ой-ой-ой Курьера убивает Неужели хвост убил курьера Это курьер нави Извиняюсь Сейчас обязательно посмотрим Да Хвост убил курьера Как-то здесь совсем не уследили Вышку ломают Кого посадил Деваурер Это Жоу Жоу Можно убивать Шекл влетает Какой убийственный Шекл Дарксир ничего не может скастовать Мега входит с обеих сторон Деваурера бьют Дэнди Дэнди минус Это очень плохо Вивер там очень сильно просадил лайфстиллера Лайфстиллеру приходится прятаться в крипа Нужно отсюда отступать Да Просто все сейчас решил Шекл Вендранер В Кавкова крипа залез в хвост Своего Вылезает Байбэк от Дэнди Пошли драться Грозу Джоу Жоу Бару страйк от Курока Отлично Вакуум Хороший от Фаника Но Бару страйк ответный от Сенкинга Соло Сампшн Сенитис Эклип Соло Сампшн добивает Сенкинг раскастовывает тульту Его забирает Дэнди Вендранер Ходит на Вендране Дарксир бежит за Пошел Грейв Чил И все У визажа нету мана Его должны здесь убивать Убивают визажа Ну что ж Неплохой разворот от Нави Получилось что Три в два В их пользу они поменялись Виверу пришлось отступить Как-то Сенитис Эклипс Уже не так много урона нанес Ну подфармили немного левел Игроки Уже не так сильно он дамажит Ну отличный Отличный разворот на самом деле Вот он Вот он Дарксир от Фаника Сейчас возможно будет Даггер Посмотрите насколько он агрессивен Насколько жестко решают его вакуумы Заходят на Рошана Нави Нету эпицентру Сенкинга Об этом знают Потому что он начал раскастовывать его Перед самой смертью Да Видели все прекрасно Айджи Ведут туда фамильяров И попытаются не дать забрать Рошана В принципе урона очень мало у Нави И Айджи могут сюда успеть Да Сажает первую птичку Вторую визаж Ну и все И Рошан Рошана здесь не будет Ой-ой-ой Много Диваура Наверное По птичке урона Ну и там есть Перепризвать еще птиц Это может быть очень опасно Ой Какая ситуация Дерево с ультом Заходит медведь Первый его поднимают Начинают убивать Все в медведя Все скиллы юзаются в медведя Идет очень неприятная туча Вакуум Барустрайк Какой жесткий Но урона нету Захиливаются все Отличный ульт от дерева Барустрайк ответный Жоу уходит на ДП Жоу Фантастика, Дэнди очень битый, выталкивает себя Фурстафом Вивер уходит Все живы, абсолютно все живы Никто не умер Нет, добили все-таки Вивера, важнейший момент Добили Вивера И будут, будут заходить на Рошана На птичку вешают минус армор Нету Нету возможности посадить своих фамиляров У Фэйтов, так как кулдаун Да, там еще могли Жоу убить Если бы убили Жоу и Феррари Я по-моему иногда Вивера называю Жоу Но привычка Привычка дело такое Часто играет Жоу на Вивере Фидит, фидит фамилиарами Лизаж Ну и здесь забирают Рошана Нави Хотя пытаются, пытаются им изо всех сил не дать Есть Барроу Страйку, Куроку Нет, все, это минус Рошан И Дэнди забирает Аегис Более того, попытаются сейчас кого-то зацепить Нет, Сен Кинг уйдет Или не уйдет Инвиз, Барроу Страйк Летит Дэнди Дэнди очень быстрый, у него Транквилы Ой, Сен Кинг спрятался Неужели его не увидели? Да, судя по всему его не увидели Не увидели, что он убежал в лесок Подракитовый кусток Ну и графики на ваших экранах Нави пока что ведут эту игру И ведут ее к победе У них есть сейчас Аегис И теперь их преимущество действительно достаточно большое Более того, Дарксир наконец-таки Раскачал вторую стенку Потому что он уже 13-го левела Вот, конечно, очень важно Дарксиру Такой фаст-левел поднять Это просто ключевой момент Падает вышка Феррари до сих пор не может зафармить себе БКБ И далеко ему еще до БКБшки Если там, конечно, нет ничего в куре В куре ничего нету Урна покупает дерево И идут Нави в финальную Ну не в финальную атаку Скорее всего это просто под пуш Но если они здесь выиграют Драку каким-то образом Это тяжело будет На хайграунд все-таки ломиться Непросто Что у нас у Жоу? У Жоу также Итемы вообще не прибавляются Фармы нету абсолютно У игроков команды Invictus Gaming У Нави в принципе тоже Но они собирают гораздо больше золота За счет того, что они забрали Рошана Забирают вышки Забирают в конце концов героев Айджи Так, сейчас будут виверы убивать Есть ли у куроку какой-нибудь? Ну куроку могут форстафнуть Он может поднять вивера Что приносит себе вивер? Вивер, видимо, бутылку принес Либо ТПшку Ну Нави отходит Ожидаемо Не будут они сейчас нападать Посмотрите, сколько еще Они могут забрать 3 вышки Получить еще 4000 преимущества С этих трех вышек Вот, дофармил Пайп Дарксир И уже атаковать С этим преимуществом Пытаться зайти на хайграунд К этому моменту К этому моменту скорее всего Аегис уже пропадет Но, как бы преимущество Останется, может быть, там и второй Рошан Может быть, там и второй Рошан уже появится Все зависит от того, насколько быстро будет действовать Нави Пока что они не откладывают в долгий ящик Не дают поднять голову игрокам команды Айджи Просто идут и давят дальше Ну, это правильно против китайцев Ни к чему им давать Фармится, захиливают хвоста Видим, как Феррари на вивере пытается Пытается тем временем хоть что-то нафармить Хороший шекл Мекку должен сейчас провязать фаник А, Дэнди захиливается просто транквилами Есть у него уже мистик став Ульта бьет очень больно Армлет на лайфстиллере Ну вот, они появились, ключевые итемы Просто вот на итем у каждого героя побольше А то и на два Но эту вышку заберут по любому Нави Вопрос, как долго они ее будут забирать И Айджи как раз-таки делают все возможное Для того, чтобы эту вышку не забрали Да, отличные шеклы Просто великолепные шеклы Очень больно Рубику Вот вам и Убивают фамиляров Рубик покупает Даггер Важнейший момент Ну и уходит Уходит отсюда Деваурер Вивер тем временем нафармил Неплохо Тысячу монет нафармил себе Вивер До БКБ ему все еще достаточно далеко Ну и Айджи сразу как только увидели Что Нави отступают Идут сами пушить вышку С Медведем Смотрите какие варды от Нави Просто Супер агрессия Все завардели абсолютно Всю нижнюю линию Да Выходит Медведь Ну вряд ли он будет прям поджимать вышку Это слишком опасно Там такие итемы Не знаю видели ли Даггер на Рубике Но точно знают что у Деваура есть Форстаф А это как раз тот итем который может Ну позволить начать драку Нет все таки начинают ломать вышку Потихоньку Помаленьку И стягиваются сюда на самом деле все У Дэнди есть ТП Он в любой момент готов ворваться Вот кому бы Даггер Пупею У него есть хоста кстати Что тоже неплохо На хосте забежать Да Айджи провалились полностью по вардам Ну они как бы Ну есть у них вот вард Они сейчас это все увидят Однако Однако Рубик Даггер может успеть поднять мишку Корни проходят Очень неприятные Рубик Успевает поднять И сейчас Медведя можно забирать Очень-очень Хорошо сыграл Куроку Минус Жоу Доминейтинг от Фаника Да Фаник великолепно играет Этот матч 5-1-4 Просто МВП Самый большой левел на карте Самый большой у него фарм Причем выиграть Линию Вивера Но это не так уж и просто Рубик И дерево Дерево тоже нужно Даггер Что себе несет Пупей Нет Пупей нету денег Просто на Даггер Он поэтому покупает Всякие варды Сентрики Но как только у дерева Появится Даггер Можно будет просто так Жестко вырываться Команде Инвиктус Гейминг Команде Инвиктус Гейминг Команде Нави 10-6 10-6 Но преимущество огромное Падает еще одна вышка Здесь уже дефится Нету никакой возможности Медведь только вышел из таверны Да Медведь вообще У него ни одного артефакта Не прибавилось За последние 7 минут Он просто не фармит Уходит за Инвизом Дэнди У него практически готов Хекс Не берет Инвиз А, ставит дерево Инвиз Правильно тоже Фаник гонится за За ВайВайфом Ой, он сейчас может убить его Хотя нет Тут стики Мека Не убьет он никаким образом Рубик В Рубике сидит Лайфстиллер Смоук юзают IG И сейчас попробуют Напасть на Нави Нави немножечко Как раз почувствовали Такую безнаказанность Но нет Отступают Отступают Игроки команды Нантус Винсера Вовремя Молодцы Тоже очень важно Сейчас не зарываться Не отдавать IG Никакие фраги Лишние Так ТП Дивара Вот сейчас можно и подраться Пупей В Инвизе Должен активировать он Инвиз Началась драка Пупей Сын Кинг Раскастовывает Эпицентр Весь урон Входит абсолютно в никуда Вытягивают Виндранер Посадили ее Сын Кинг просто уходит Виндранер уже никуда не уйдет Это минус ВР Овнич Пупей Не успел раскастовать Ульт не успел оставить Медведь тем временем Подпушивает Тавр Но ничего он не успеет сделать Потому что дерево Успело сюда кинуть хил И тут же ТПшится Фаник Ну фактически Это уже проигранная игра Для команды IG Тут тяжело будет Нави просто не выпускают Из железных тисков Ничего не дает делать абсолютно И появился уже Хекс У Дэнди Посмотрите У Дэнди Хекс У Виндранер еще Фурстав Вот только-только Она дофармила себе Фурстав Визажа просто Арканы Лон Друид абсолютно голый У него кроме этого Мелл Штрома Ничего нет У него даже Фейзов не закуплено Сын Кинг А Даггри может только мечтать А здесь уже и Фаник Возможно Шиву будет собирать Ну второй Хекс Здесь не очень нужен Как мне кажется А вот Шива Как раз таки Такое АОЕ еще добавочное Очень пригодится Феррари Ну Феррари скорее всего Нафармит себе БКБ На летит к нему ТПшка Есть у него уже фактически БКБ Остается буквально одного Крипа убить Курьер Отступает Ну и что Я так понимаю Нави сейчас 2 минуты будут фармить После 2 минут Они зайдут на Рошана Заберут Аегис И будут уже заходить на рампу Все предпосылки Для этого есть Ну что тут уже Не знаю Какое преимущество Еще нужно Дерево в инвизе Ай Не успевает Дерево прикопать Где Лондруид Лондруид уже тоже ушел Доли секунды Не хватило пупе Вот первый раз Он отменил ультимейт Не знаю зачем Видимо думал что Думал что не достанет Он доставал ультом Видите какой радиус большой Не отменил бы Сейчас бы убили Вивера Там Диваура рядом Все Собираются на Рошана Вышка Обратите внимание На миде Которую бил медведь Полностью здоровая Нельзя ее отдавать Это очень хорошая вышка Пока стоит эта вышка Айджи никак не могут Зайти на Рошана Откуда то Вот с этой стороны Им придется заходить Только с этой стороны Так как стоит вышка Еще и снизу Они не смогут обойти здесь В общем Отличная Просто отличная ситуация Для Нави Рошана тут Забрать очень легко будет Каким-то образом Чуан нафармил себя На даггер Практически Реально удивительно Фейс имеет БКБ Смотрим преимущество Да Тут практически Пятнашка Скоро будет И пять тысяч Еще и по экспе Везу Дерево Покупает себе гем Решил Пупея не собирать Этот даггер Не покупать его Ну просто потому что Есть Дарксир И Дарксир И так может хорошо Вытянуть Есть Форстаф В крайнем случае У Деваврера У Рубика Есть даггер В общем Инициативы вполне Хватает для того Чтобы начать Какую-то драку Ну и Айджи Скорее всего Даже не будут За этот Айгис Пытаться драться Потому что у них У Сенкинга Практически готов даггер Им нужно дофармить Любую цену этот даггер На данном герое Вот просто Один крип ему сейчас нужен Но Феррари Не хочет отдавать Все Забирает двух крипов Пошел фортификейшн Падает Рошан Тут же ТП Мне очень нравится Как Нави Не отдают ни одной вышки Ну одну они отдали Но остальные Сейвят изо всех сил Это просто вот Очень важный момент Птичку с одного выстрела Уже Деваур Убивает Слишком много пьюр урона Саркен Орба 3 700 У Дэнди Можно купить еще один Мистик Либо купить БКБ Наверное БКБ здесь будет Не так уж и плохо Влетать на рампу Под БКБшкой Уходит Крокус даггера Ой Поймали У кого гем 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 А не у кого нет гема Поставили сентряк Поставили сюда сентряк И Умирает еще и Фейс Хорошо Дэнди покупает БКБ Ну все Теперь у Деваура есть БКБ Ему вообще нечего бояться Он спокойно может зайти На рампу вражескую Пробивать его нечем Еще и Шива летит к Фанику Ай Не летит Шива к Фанику Ему не хватает 300 монет Была бы сейчас еще и Шива Это вообще было бы без шансов для IG Да и так это в принципе без шансов для IG Активируют Пайп Урной залечивают хвоста Шекл Не привязывает никуда Никуда ни к чему не привязывает Никого Вивер уже вернулся на базу Ну и сейчас будет попытка Конечно на хайграунд в любом случае заходить тяжело Нужно как-то хорошо синициировать Что у Рубика У Рубика Шекл Вот что может Помочь Нави зайти Неожиданный Шекл Выброшенный И привязавший к какому-то герою Сейчас просто Вивера привязать До того как он успеет включить БКБ И все Поднимают Мишку вверх Мишка подвинется Медалькой Шекл Вивера Да Но Вивер успел уйти в инвиз Госскипетр у Рубика Сбивают Сентряки Сбивают Апсервера Да, гему дерева Оно уже подошло к драке У осада Просто осада от команды Нави Шекл Привязывает хвоста Его выталкивают вперед Сенкин копает Ультимейт от Диваура Вивер успевал включить БКБ Падает Виндранер Есть ли байбэк у Виндранер? Есть байбэк у Виндранер Но Нави все целые И более того целые Они все практически фуловые Кроме хвоста В которого влили практически весь урон Шекл Привязывает Вайваэфа Вайваэфа можно попытаться забрать Рубик поднимает Вайваэфа в воздух Нужно его убивать Он успевает включить Виндрану Ходит Лайфстилер Вылезает из скрипа Вытягивает Фейта Фейт попадает по нему башером хвост Минус Фейт Сенкинг с эпицентром Влетает Но слишком мало урона Не должны здесь убивать Сенкинга Да О, в смысле Сенкинга Должны убивать Не должны здесь убивать никого у Нави Все, это ГГ Падает вышка Есть еще Аегис Нужно отступить Захилиться GG пишут IG 1-0 в пользу Нави 33 минуты Потребовалась Нави Для победы в первой игре Не могу назвать этот матч Супер напряженным Достаточно легко Нави-то его выиграли Достаточно уверенно Да, у IG сейчас Не знаю, что творится в голове Но они чисто проиграли эту игру Именно на индивидуальном скилле В особых командных действиях Тут даже и замечено-то не было Ни от одной из команд Ну просто потому, что Нави слишком большое преимущество Привезли на лайнер Дэн Димит выиграл Фаник вообще уничтожил Вивера На нижней линии Ну сверху были небольшие проблемы Но в принципе тоже они решились За счет вот этих вот Быстрых приходов Дарксиров Драку 6-1-8 Фаник Вот вам и Фаник Разошелся, разошелся 1-0 Нави побеждают в первой игре И вторая игра буквально через 10 минут Субтитры создавал DimaTorzok